Я приветствую вас на канале Алюнин сад. В этом видео я расскажу все секреты выращивания томатов на подоконнике. Прежде чем начну свой рассказ, хочу познакомить вас с начинающим блогером-огородником Романом и его каналом Молодой в огороде. Свой сад и огород Роман заложил, когда решил, что его детям нужна здоровая полезная пища, как и многие из нас. За эти два года он добился огромных успехов. Ну а что будет дальше, как будут развиваться события в огороде у Романа, мы узнаем, если подпишемся на канал Молодой в огороде. Ссылку вы найдете в описании и закрепленном комментарии. Таким выращиванием я занимаюсь уже много лет и знаю, от чего зависит урожай. Во-первых, цвет или срок посева. Это очень связанные вещи. Сеять с томатой можно круглый год, но томат растение светолюбивое. Поэтому, если вы хотите выращивать его в период с октября по февраль, вам понадобится подсветка. Иначе растение будет очень сильно вытягиваться и не будет формировать цветочные кисти. Одни сорта реагируют на освещенность сильнее, чем другие. Например, сорт «Звезда балкона», который я выращивала, на подоконнике очень сильно вытягивается. А на улице ведет себя как карлик. И тут мы перейдем ко второй важной вещи – к сортам. Не все сорта томата можно успешно выращивать в квартирных условиях, на подоконнике, в горшке. Самый лучший вариант – горшечные карлики. У этих сортов на генном уровне закреплен маленький рост. Как бы они ни хотели, они не вырастут и не вытянутся от нехватки света. Например, я попробовала сорта «Микротом», «Ацтек», «Оранжевая шапочка», «Бэби», «Пиноккио», «Вилма», «Мини Белл» и многие другие. Все они очень-очень компактные, прижаты, можно сказать, к земле и не вытягиваются. К сожалению, нередко бывает такое. На упаковке фото карлика, а в описании указано, что растение будет высотой 50-60 см. Это вам сигнал к тому, что у вас точно будет Т-терминатный сорт, не карлик, который точно будет сильно вытягиваться в условиях недостаточной освещенности. Еще на упаковках часто пишут, что томат для балкона, горшечный, но в то же время это ампельный сорт. Ампельные сорта – это сорта, которые дают длинные тонкие плети. На подоконнике, на грядках такие сорта очень неудобно выращивать. Это сорта для кашпо подвесных. Например, я выращивала сорта «Москотка», «Горшечный оранжевый», «Золотце». Очень тонкие, длинные полегающие стебли с довольно крупными помидорками. Понять, каким будет растение, довольно просто уже по всходам. Карлики всегда очень коренастые и низкие. У них не тянется подсемидольное колено. Остальные сорта очень быстро прибавляют в росте, а при недостатке света подсемидольное колено сильно вытягивается, растение даже полегает. Есть еще ряд сортов, которые можно выращивать в горшках, хотя они не относятся к карликам или кампельным. Это обычные детерминаты, например, сорта «Утенок», «София», «Июньский», «Зеленый соус», «Жигола». Эти сорта отличаются невысоким компактным кустом, но довольно крупными плодами. Хочу отметить сорт «Бояя». Он как бы промежуточный между ампельными сортами и карликовыми. Можно сказать, ампельный карлик. Куст «Бояя» очень сильно ветвится, образуя очень много цветочных кистей, но стебли и междоузли очень укорочены. Итак, мы определились со сроками посева, выбрали сорта, приступим к посеву. Семена томата прорастают очень быстро, в течение трех суток, максимум семи. Не нужно с ними ничего делать, просто сухими посеять на глубину полсантиметра, один сантиметр в грунт. Можно сеять сразу много семян, можно по два семени на горшочек. Пересадку томата переносят очень легко. Если растения сильно вытянулись, то можно их укоротить в прямом смысле этого слова. Обрезаете макушку, сажаете эту макушку в почву, обжимаете обязательно почву вокруг стебля, поливаете. И уже через три дня ваше растение растет, как ни в чем не бывало. Для выращивания взрослого растения нужно не так много почвы. На растение 2-3 литра, максимум 5 литров, больше точно не нужно. Регулярный полив, хоть томат и довольно засухоустойчивое растение, но пересушивать полностью земляной ком не нужно. Подкормки с жидкими удобрениями, комплексными, с микроэлементами, очень даже желательно, каждые 10 дней. Так как растение растет в горшке и не найдет себе питания больше нигде, кроме этого горшка. После сбора урожая растение томата можно обрезать и при хорошем уходе получить еще один урожай на пасынках. Выращивать карликовые томаты в горшках это сплошное удовольствие и позитив, особенно зимой. Очень вам советую попробовать, но очень важно подобрать правильный сорт, чтобы не мучиться потом с этими длинными падающими метровыми побегами, которые не плодоносят. Я желаю вам успеха в этом легком деле. Подписывайтесь на канал Аленин сад, ставьте лайк этому видео и до новых встреч!